Рубин Рубин, ближайший соперник Спартака, не чужая для вас команда. Что вы думаете о Рубине? Я думаю, он будет тяжелой игрой, поэтому они очень хорошая команда. Я думаю, они очень хорошая команда. Я думаю, мы должны быть внимательны и надо играть, как мы знаем и как тренер хочет. Настроение победы над Краснодаром, конечно же, подняла. А уверенность в своих силах пришла? Конечно, это для команды очень важно. Поэтому, когда победа всегда для мотивации, для чувств, это очень хорошо. Но надо играть, подумать. Но каждый воскресенье на воскресенье. Мы знаем, что это очень тяжело. И мы готовим скотч с друг с другом. Очень хорошо. И, наверное, если мы играем, как мы знаем, мы можем победить. Для вратаря очень важно сыграть на ноль. А для центральных защитников? Это очень хорошо. Но мы надеемся, что каждый игрок, понимаешь, ноль-ноль-ноль для обороны, это очень хорошо. Но посмотрим, если можно, тоже с кем Рубин. Еще ноль. Посмотрим. Против Ари и его партнеров было тяжело играть? Конечно. Ари и из Молова очень хорошие нападающие. Мы знаем, что Лига России, все команды есть очень хорошие нападающие. Тоже Рубин есть очень хорошие. Но надо быть внимательным, концентрацией максимально. И, я думаю, можно выиграть. Вы спокойны, когда за спиной капитан команды и вратарь такого класса, как Артем Ребров? Конечно. Мы друг другу помогаем. Он очень с голосом поможет. Помогит нам. И, я думаю, это очень важно для команды, когда мы друг другу помогаем. И не только Артем Ребров, а все команды, я думаю, мы разговариваем друг с другом и помогаем. Да, друг другу. Вы, когда выходите на поле, вы смотрите, сколько зрителей на трибунах? Для вас это важно? Конечно. Когда очень много людей смотрим футбол и поддерживают. Это очень хорошо для команды. И только мы знаем, что наши болельщики самые лучшие в России. Вы так хорошо выучили русский, что мы вам ставим сейчас четверку с плюсом. В следующий раз, наверное, будете говорить на пятерку. Кто ваш учитель? Кто учитель ваш? У меня учитель жена. Моя жена русская. Наверное, не очень. Я только попробую говорить. Каждый раз получше. Это тоже для Лиганера хорошо, когда мы знаем русский язык. Это хорошо, это важно. Поэтому лучше, когда одна команда, все разговаривают, один язык. Вы уже хорошо ориентируетесь в Москве? Все-таки Казань город поменьше, чем Москва? Конечно. Казань маленький город, где Казань, Москва очень большой. Больше, чем другие города, Италия тоже. Очень большой. Но вы не теряетесь, не заблудились нигде в метро, на машине? На машине нет. Нет? Всегда навигатор. Навигатор? В Тарасовку дорогу найдете без навигатора? Ну, или водитель, или навигатор. А на стадион «Спартак» можете доехать без водителя? Конечно, конечно. В Тушино найдете дорогу? Можно. Да? Сам. Ну, хорошо. Главное, чтобы была обратно со стадиона в понедельник дорога счастливой. Хорошо. И в хорошем настроении. Это важно. Мы пойдем обратно домой, три очков, и все, спокойно домой. Отлично, я согласен. Отлично. Хорошо. Хорошо.